Решать проблему поэтапно Адрес нашего дома Сосновая 2 Должен был дом быть дан в декабре 2015 года Застройщик и директор нашего ООО «Новый дом» Шабурин Светлана Евгеньевна Она же является учредителем и застройщиком СУ-13 СУ-13 находится в состоянии банкротства Сейчас пока процедура наблюдения идет Был подан иск с 7 октября 2016 года Директором в октябре был назначен Песков Александр Вячеславович Сейчас его сняли И директором СУ-13 является СУ-13 Шабурина Светлана Евгеньевна Песков в свое время в декабре 2016 года Подал иск к ООО «Новый дом» На предмет того, что неоплачена аренда под домом В сумме 392 тысячи рублей На основании этого, так как выплаты не было Он подал заявление в арбитражный суд На банкротство ООО «Новый дом» После того, как Светлана Евгеньевна Несколько дней назад стала директором СУ-13 Она отозвала это заявление Ситуация сейчас непонятна Денег нет, как утверждает застройщик и директор Соответственно, на достройку ни одного дома То есть из оставшихся То есть это Сосновая-2 и Сосновая-6-8 в Кувшинове Это в Шексне 4 дома Ну и тот дом, который был еще на Майской-6, по-моему Его оставили на фундаменте Но, по моим сведениям, тот участок с фундаментом продан Так, мы, дольщики, сейчас не знаем, что нам делать Нам предлагают создать ЖСК Достраивать за свой счет Ну вот пытаются помочь хотя бы сделать это Но в нашем доме, по крайней мере, в нашем Все квартиры очень маленькие Это 80 квартир-студий Они стоили в среднем Ну, в среднем где-то от 700 до полутора миллионов Вот люди, значит, или отдали свои деньги Продав предыдущие квартиры и снимают сейчас жилье Вложили материнские капиталы Взяли ипотеки Сейчас это все оплачивает Некоторые с детьми То есть на площади от 20 до 35 квадратных метров Будут жить семьи до 4 человек Вот сейчас они находятся в подвешенном состоянии Что делать на данный момент, мы не знаем Решить нашу проблему пока не могут Хотя, в общем-то, активно решают вроде бы как На самом деле, камень преткновения очень простой Позиция дольщиков, она нам абсолютно понятна И, наверное, она понятна кроме нас и всем остальным Они требуют комплексного решения вопроса От начала до конца К сожалению, такого механизма На данной стадии мы им предложить не можем Такого механизма просто-напросто законодательно не существует Это раз Во-вторых, на сегодняшний день Решение проблемы По возможности вывода того или иного актива Из процедуры банкротства Находится на стыке не только нормативно-правых актов По защите участников долевого строительства Но и в рамках процедуры о банкротстве Поэтому мы предлагаем этот вопрос решать поэтапно Первое, что необходимо сделать Это имущественный комплекс вывести из процедуры банкротства И исключить его из риска возможности участия в конкурсной массе Возможности предъявления на него претензий других кредиторов То есть для того, чтобы этот имущественный комплекс Принадлежал именно тем дольщикам, которые заплатили за этот дом Путем создания жилищно-строительного кооператива На сегодняшний день законодательно Эта процедура предусмотрена только в виде Отдельных нормативных актов В рамках постановления правительства И неких разъяснений Министерства строительства Это не федеральный закон Это не какой-то нормативный акт В виде областного закона Такого нормативного акта на сегодняшний день нет Вся история процедуры решения проблемы дольщиков Она неизменно сводилась к тому, что В любом случае устанавливается Либо какая-то минимальная доля Софинансирования самих участников долевого строительства Либо так называемая Социальная норма, в пределах которой Эти граждане обеспечиваются Поэтому основной, наверное, наш камень преткновения Заключается в том, что мы исходим именно из этой нормы То есть минимального участия Участников долевого строительства В решении этих проблем Но позиция участников долевого строительства Сводится к тому, что Они в этом участвовать Не то чтобы не хотят Но финансового участия своего Они в этом не видят К сожалению, прямое участие Органов исполнительной власти Как в Вологодской области Так и в любого из районов Где на сегодняшний день мы имеем проблему Оно не допускается федеральным законом Поскольку это будет нецелевое использование бюджетных средств По поводу инвесторов Любое привлечение инвестора Должно иметь абсолютно прозрачную картину Вот здесь мы абсолютно с дольщиками согласны Именно к этому их подталкиваем Что инвестор должен озвучить ту сумму Которая необходима на достройку дома И совместно должно быть принято решение О том, как эти денежные средства инвестору оплачиваются На сегодняшний день есть несколько предложений К сожалению, это не единый инвестор По всем объектам без исключения То есть это практически по каждому объекту Это индивидуальная работа с организациями Которые готовы участвовать в этом процессе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok